С запада на восток, с юга на север. По всем направлениям пролепли воздушные магистрали Советского Союза. Десятки тысяч километров за облачных дорог. Московский аэропорт Внуково. Его называют главными воздушными воротами столицы. Алло, дежурная сестра? Запишите, пожалуйста. Экипажи Варилова, Филонова, Звягина и Богданова должны быть в аэропорту 4.30. Хорошо. Задолго до рассвета начинается здесь трудовой день, обычный день гражданской авиации. Ранний предутренний час. Заканчивается подготовка машин к вылету. Мотор в сердце самолета. Оно должно биться спокойно и ровно. Боро-Киев. Пробиваю облачность. Иду на снижение. Это село Боровое в окрестностях Киева. На заднепровских холмах живописно раскинулась столица Советской Украины. Вдохновенным трудом народа возрожден славный Киев и скоро он станет еще красивее и богаче. Подходит к концу рейс Москва-Сталину. Под крылом самолета край горняков и металлургов Донбасс. В всесоюзной кочегарке сегодня возвращена ее былая мощь и слава. Спускаются сумерки, но летный день продолжается. В воздухе еще много пассажиров. Этот самолет стартовал сегодня в столице Албании, Тиране. Прибыл пассажирский экспресс из Новосибирска. Летный день закончен. Экипаж вот этого самолета сделал сегодня 8 тысяч километров. Если вытянуть в одну линию путь, который пролетели сзади все самолеты Гражданского воздушного флота, это будет 400 тысяч километров. Десять раз вокруг земного шага.